Да, к сожалению, расисты продолжают совершать преступления на украинской территории, как продолжают и обстреливать украинскую территорию. Например, взрывы прозвучали буквально вчера в Одесской области. Сейчас с нами на связи спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас как дела в области, в Одессе обстоят? Буквально только что прекратился, был отбой сигнала воздушной тревоги. И у нас и ночь, и утро, и вот уже фактически день проходит сегодня именно под звуки сигнала воздушной тревоги. Понимаем, что интенсивность ракетных обстрелов ничуть не уменьшается, наверное, только возрастает. И потому вероятность прилета крылатой ракеты в Одесскую область, в Одессу чрезвычайно высокая. Действительно, вчера было два обстрела. К счастью, самое главное, нет пострадавших. Но первый прилет вообще очень казусная такая история. Она, наверное, могла бы быть смешной. Отчасти она действительно смешная. Потому что, я прошу прощения, что об этом говорим в прямом эфире. Унитазные войска попали в унитаз. В прибрежный туалет ракета разбомбила, рашидская самолета российской авиации. Ну, наверное, сегодня в сводках Министерства обороны Российской Федерации это прозвучит, что там была некая биологическая лаборатория по производству украинского биологического оружия. Сергей Борисович, сразу резонный вопрос возникает. Это был пляжный туалет тактического или стратегического значения? Ну, учитывая, что авиация стратегическая, то как минимум равный к равному стратегического направления и уровня. Важно было уточнить. Возможно, место арендное. Где были и нацисты, и инопланетяне, и, конечно, представители НАТО в качестве кураторов, это как минимум.